Па-пам, па-пам, пам-пам, парам-пам, па-па-па-па-па-папа-па-пам. Надеюсь, из-за этого мне не прилетит нарушение авторских прав за главную тему Гарри Поттера. Приветствую вас, господа и дамы, сегодня в очередном выпуске культа личности мы с вами поговорим о таком персонаже, как Гарри Поттер. И, возможно, многие из вас, особенно подписчики моего канала, явно недооценивают культ этой самой личности. Возможно, вы думаете, что это не серьёзный персонаж на фоне остальных более крупных, значимых героев синема. Но спешу вас заверить, что вы чрезвычайно заблуждаетесь. И именно вокруг этого персонажа, среди подростков и детей, особенно в то время, когда эпопея Гарри Поттера с периодичностью выходила в кинотеатрах, действительно создался самый настоящий культ по масштабам не меньше героев Звёздных войн. И я вас уверяю, что всякого рода Тайлера, Дёрданы, Бэтмены, Супермены, Ганнибалы, Лекторы и даже Джокеры просто рядом не валялись по своей популярностью и внедрению своими образами в реальность из широких экранов. Что ж, давайте разберём этого значимого персонажа-синематографа. А пока наливайте, чего вы там себе обычно наливаете, главное не отравитесь. Прожимайте обязательно ваши волшебные лукозавры под этим видосиком, ну и поехали. И знаете, я вас сразу обломаю, ехать, собственно говоря, некуда. Да, вот такие дела. В принципе, можно на этом ролике заканчивать, потому что Гарри Поттер — это совершенная чистота. Точнее, пустота. А весь невероятный ажиотаж вокруг него, собственно, существует всего по нескольким причинам. Первое. Гарри Поттер — это, пожалуй, единственный, современный и действительно масштабный, красочный фильм для детей и подростков. Да, знаете, больше как-то ничего ведь особо и нет. Ну и второе. Волшебство. Это крайне притягательная флора и фауна для детей, чем, собственно, и объясняется любовь последних к аниме. Особенно в наше время, когда из серьёзных историй посредством анимации оно превратилось в игру «Кто придумает сумасшествие круче того, что было раньше». Вот и весь секрет успеха. И поймите меня правильно. Сам фильм действительно выполнен на высочайшем уровне. Никакого троллинга. Актёры, общий антураж и даже местами сюжет. Но вот что касается самого Гарри Поттера, есть к нему вопросы. И вот спросите любого, а что вообще приходит на ум при ассоциации с этим персонажем? Ну вот как его можно охарактеризовать? К примеру, по Джокеру Хита Леджера можно прям диссертацию толкнуть, по Ганнибалу Лектору так же. И хотя я не особо люблю негативных персонажей, однако они смотрятся живыми и продуманными. Хорошо, есть более реальные. Атикус Финчи с фильма «Убить пересмешника». Кстати, позвольте небольшую ремарку, данный персонаж является топ-1 героем из 100 лучших героев и злодеев по версии Айфай. Медсестра Рэдчик, пролетая над гнездом кукушки Макел Корлеона и так далее. Понимаете к чему я? По ним можно выдавать прямотомму анализа. Но что мы знаем про Гарри? И поверьте, я совершенно не собираюсь его хейтить, просто давайте максимально непредвзято разберем кумира нескольких поколений. Гарри это везунчик, ему прет вообще весь фильм, начиная с начала и заканчивая финалом. Да, его обмазывали типичным таким голливудским клише, лишив родителей, тем самым добавив как бы такой грусти. И можно конечно упороться в стиле современных ютуб разборов и на серьезных щах выдавать, какая там происходит великая драма. Как там все сложно у героев, какие у них испытания, страдания, особенно у Гарри. Но это не так, если смотреть на это не превзято. Ему по сути действительно всегда прет. Везет. С самого рождения он оброс как бы загадочностью и типа скрытой силой, такой притягательностью, которую ему подарил Воландеморт. Типа раз даже супер мега крутой волшебник, который может завалить любого, не смог мелкого отправить на тот свет, ну значит он вообще крутой. Далее, как только его мытарство всеми маглов закончились, а кстати вот эта вся толпа детишек, которые тащатся по Гарри, не должны забывать, что они с точки зрения рассказа, маглы вообще-то, относительно того, как их выставила в этой саге писательница, потомки жирных, тупых, слепых и невоспитанных хомосапиенсов, хотя они больше похожи на свиней. Разве маглы не видят нас? Маглы? Они вообще ничего не видят. Но если наколотик на юг, они почувствуют. И да, можно сказать, что в Хогвартсе были волшебники с помесью типа подружки Гарри, и там как бы поднимается вообще иногда такой вопрос, что злые они против смешения, а те, кто не злые, они вроде как бы не против. Твоего мнения никто не спрашивал. Поганая грязнокровка. Но по факту основной упор сделан именно на приемной семье Гарри. Да, знаете, и само различие, как бы это ни странно, между маглами и волшебниками, если приглядеться чуть поближе, по сути отсутствует, никогда в этом не задумывались. Только по Волан-де-Морту нам показали, что он с детства мог творить всякие разные дела, а Гарри умел разговаривать со змеями, без всяких словечек, волшебных палочек и так далее. Но в дальнейшем, на протяжении всей саги, больше ничего такого особого не происходит ни с кем. Все завязано на, дай бог, десяти заклинаниях. И то есть, хотя сама сказка вроде как про волшебство, волшебства там как такового нет. Так вот, что случилось с Гарри после того, как он узнал, что он оказывается дофига волшебник, помните? Я вам напомню, он вдруг сказочно разбогател. А после момента, что у него оказывается много друзей, все его там заботятся, любят и так далее, все это неинтересно. Откуда у его родителей было столько деньжищ, не ясно. Ведь родственников-то у Гарри только один, Сириус Блэк, в казино они что ли выиграли? В общем, момент какой-то не очень понятный, но тем не менее, плюс один в копилку везения. Едем дальше. А дальше ехать не надо, ему просто прет весь фильм. Он постоянно везет, он несмотря на свой задохлый вид, вдруг стал каким-то крутым спортсменом, ловцом в команде по квиддичу. Постоянно находясь на волосок от смерти, его всегда спасает кто-то, что-то или какое-то чудо. Он несмотря ни на что, не претерпевает никаких изменений и не прилагает никаких усилий, кроме разве что изображать всю боль своего груза избранности. Хотя в действительности, если разобраться, это лучшее, что может случиться с ребенком и в дальнейшем подростком, который находится среди таких же подростков. Можно здорово ЧСВ прокачать, знаете ли, за счет остальных неизбранных сверстников и иногда изобразить потуги силы, произнося в сотый раз одно и то же заклинание. Собственно говоря, вот и вся магия. И несмотря на то, что когда он повзрослел, он уже как бы должен был стать не просто хорошим мальчиком, а иногда там злиться, психовать, проявлять гнев или печалиться. Но по факту это просто больше похоже на естественное взросление, чем результат каких-то душевных или физических травм. И кстати, даже с травмами тоже все порядок. Так, пару раз потрепал за весь фильм, ничего собственно говоря страшного. Но прикиньте, с ним по факту не произошло ровным счетом ничего за фильм, вообще. Вот ему повезло и он оказался избранным участником в Кубок Феникса, у него гадалка нашла в кофейне Гуще страшную псину, тем самым в очередной раз отметив его необычность перед остальными. Страшный злодей, сбежавший из Аскобана, оказался родным дядей, куча крутых и злых волшебников убить его не могут. Даже с конфеткой повезло, когда они ехали в поезде, ему конечно достался Дамблдор с первого раза. А когда оказывается раскрылась страшная тайна того, что Гарри должен умереть, он в итоге не умер совсем. И его не сдала соратница Воланда. А кстати, Воланду, в отличие от Гарри, весь фильм наоборот, просто крайне не везло. Даже по какой-то причине убить Гарри при встрече на испытаниях Кубка он не смог. Так как последнему помогли умершие родители, вытащив его из заварушки. Ну просто 777 какой-то. Так вот, несмотря на то, что с воскресением Гарри мы можем наблюдать как бы типично христианский мотив, но в отличие от Христа, тут все намного проще и далеко не так глубоко. Возможно, когда-нибудь будут делать обзор на страсти Христовы, затрону эту тему более серьезно. Факторы везения можно перечислять, наверное, с час времени. Я надеюсь, вы простите меня то, что я просто не хочу этого сделать. Если вдруг кому-то будет это интересно, можете посмотреть и пересчитать сами. Ну ладно, с везением разобрались, давайте по способностям пройдемся. А их тоже нет, как ни странно. Вся его история крутится опять же вокруг Воланда, и то он постоянно подбрасывает ему те или иные приключения, если хотите. Гэндальф, ой, пардон, Дамблдор, таскает его повсюду, будто больше некому довериться. Но Гарри Поттер при этом совершенно не развивается. Инспектор Патроноса столбенеет, и привет. Слабая, очень слабая драма, очень слабый в действительности и очень тесный мир, и сюжет сделали, как это ни странно, очень слабым персонажа Гарри Поттера. Вроде как в серии с кубком нам чуть показали, что есть, оказывается, и другие всякие там дома волшебников. Но, понятное дело, тему эту развивать не стали. Почему, опять же, нельзя было их позвать на помощь, чтобы завалить Лысого, тоже не совсем ясно. Я к чему это все? Гарри Поттер — это красивый фильм, бесспорно, но он совершенно пустой. И все подражание ему подтверждает мои слова, потому что достаточно одеть очки, плачь, взять в руку палочку, и все. Ты его полная копия. Тебе даже играть не надо будет его или пытаться как-то изобразить, потому что за этим покровом ничего нет. Раздутая культовость, основанная на человеке, который ничего из себя не представляет. У него даже соперника нет реального в фильме. Ни одного из юных дарований, несмотря на то, что их там просто толпа. А Гарри не делает ничего такого невероятного, чтобы отличало его от остальных детей. Ну, то есть, то, что полагается делать избранному. Ни одного реального даже конкурента. Ну, должен же быть какой-никакой злодей. Блондинчик смотрится просто жалко. Постоянно лажает. И вообще совершенно бесхребетный персонаж. То есть, по сути, это фильм про Гарри, где Гарри один-одинешник. Подружка Зубрила и друг просто лопок для фона. Вообще без способностей, кроме глупости. А остальные, наполняющие этот мир, ученики Хогвартса, им даже какую-никакую характеристику дать нельзя. Это вообще просто фон. Какие-то картонные фигурки. Но знаете, в Гарри Поттере, как это ни странно, есть более удачные персонажи. В качестве примера можно привести хотя бы Северуса, который, по моему субъективному мнению, в этой саге является, пожалуй, лучшим персонажем как по актерскому исполнению, так и по истории. В нем чувствуется некая глубина, это длительная развязка, когда все указывало вроде как на то, что он выступает за силы зла, но в итоге оказалось наоборот. Короче говоря, на месте издателя Гарри Поттера я бы однозначно выпустил фильм, посвященный этому персонажу. Возможно, в рамках культа личности я бы даже сделал на него обзор. Но это только в том случае, если вам будет прям очень интересно, этот ролик наберет хотя бы тысяч семь лайков. Так что, если кто заинтересован, то дерзайте. Надо отметить, что про сам фильм, и особенно про всевозможные косяки, нестыковки и прочее, можно говорить очень долго. Взять хотя бы вот эти очки, которые в супер волшебном мире не могут как-то снять с главного героя и исправить его зрение, я думаю, уже пошутили, наверное, все, кому только не лень. Также очень можно долго говорить про положительные качества этого фильма, общий видеоряд, который, несомненно, нравится многим детям. Но опять же, повторюсь, вся раздутая культовость Гарри Поттера такова лишь по причине отсутствия хоть какого-то вменяемого конкуренту данной картины, сопоставимого по масштабам, бюджетам и так далее. Ведь если бы существовало хотя бы с пару десятков конкурентов, уверяю вас, Гарри Поттера бы среди них просто затерялся. Но поскольку у нас рубрика разбора именно персонажа, я прямо сейчас сижу и понимаю, что мне действительно больше нечего про него сказать. Можно, конечно, более дотошно вспоминать с ним все сцены, все моменты, когда его везло, я понимаю, что всем должно везти, но поймите, удача это скорее редкость, чем опавшие осенние листья, которые просто валяются под ногами. Можно было привести и все эти примеры, разжевать все это более подробно, для того, чтобы показать тем, кто со мной не согласен, более обширную доказательную базу, если хотите. Но я считаю, что в этом просто нет необходимости. Те, кто понял, тот понял, а кто не понял, ну что ж, как говорится, любовь зла, полюбишь козла. Знаете, тут в прямом смысле мы сталкиваемся с неким парадоксом восприятия, когда дутый герой действительно становится культом. И как я и говорил ранее, я прямо сейчас сижу, пишу этот текст и понимаю, что пора ставить точку, потому что крайне сложно и тяжело давать характеристику и подмечать тонкости в глубоких персонажах. Но говорить о персонажах пустых это совершенно невозможно, и собственно ролик был выпущен именно для этого, для сравнения. Потому что не затронуть такую действительно культовую личность в рамках этих обзоров было бы просто нельзя. Поэтому я даже несколько извиняюсь за столь небольшой хронометраж видео, но для этого персонажа, я думаю, этого хватит. Что ж, на 7 извольте откланяться, крибли-крабли-бумс, пишите персонажей, которые вы хотели видеть на данных выпусках. Если кто-то из вас не смотрел обзор на моем канале, посвященный Тайлеру Дордену из бойцовского клуба, я вам крайне рекомендую это сделать. Возможно, видео изменит ваше мнение об этом персонаже. Жмите лайк и подписывайтесь на канал. Ссылки для желающих поддержать на патреоне или закинуть донат, как всегда, в описании. Тем, кто уже это сделал и делает регулярно, как всегда, друзья, вам моя отдельная благодарность. Спасибо большое за вашу поддержку. Ну а на этом, пожалуй, все. До новых встреч. Всем удачи.